Всем привет! Меня зовут Рина, и я сегодня хочу с вами поделиться своими впечатлениями от полета в аэродинамической трубе в Сингапуре. Да, я знаю, что аэродинамическая труба есть и в России, и в других городах, но я сейчас буду рассказывать только про Сингапур. Различные советы, которые, возможно, вам пригодятся, когда вы сами пойдете на этот аэродинамический салон. Полетать в аэродинамической трубе я хотела уже давно. Даже два раза была в Гентинге, в Колумбуре, но все как-то не получалось. То я свою ID забуду, то аттракцион будет закрыт. И в этом году я была в Сингапуре и, конечно, не могла пропустить такую возможность полетать в аэродинамической трубе. Аттракцион iFly находится на острове Синтоза около пляжа Силоса. Доезжаете до острова Синтоза, пересаживаетесь на монорельс и доезжаете до пляжа Силоса. Само здание аттракциона iFly напоминает терминал аэропорта. Не забудьте взять с собой паспорт, потому что он нужен будет вам для регистрации. И захватите с собой носочки, хотя их там можно на месте купить. К полетам не допускаются дети, по-моему, младше 4 лет, беременные и те люди, у которых недавно были какие-то травмы. В любом случае, вы все ограничения эти можете посмотреть на официальном сайте. Я вам ссылочку внизу оставлю. После регистрации вам говорят, к какому времени нужно подойти. Не опаздывайте, потому что вся группа проходит инструктаж в одно время. Весь инструктаж проходит на английском языке, но там нет ничего сложного. Инструктор вам показывает, как нужно держать руки, ноги и голову. И также он говорит про какие-то команды, которые будет использовать во время полета. Затем вы проходите, переодеваетесь, переобуваетесь, надеваете каски. И тут я бы хотела предупредить всех девушек, сделайте что-нибудь со своими волосами. Дело в том, что в каске есть такие небольшие дырочки, и поток воздуха выбивает все волосы в эти дырочки. Они запутываются, и после этого расчесать совершенно невозможно волосы. После своих трех полетов я около получаса пыталась расчесаться. Также снимите все свои украшения, браслеты, кольца. Все это можно будет оставить в сейфах. Со мной в группе была девушка из Индии, которая не пожелала расстаться со своими многочисленными браслетами. И ей просто это все примотали скотчем. Каждому человеку предоставляется два полета по 40 секунд. Да, вроде кажется, что это очень мало, но для первого опыта совершенно хватает. Кроме этого инструктора вам предложат еще один дополнительный полет, но уже за экстра деньги, за дополнительную плату. За первый свой полет я вообще не поняла, что произошло. То есть вроде бы я шагнула в этот поток воздуха, что-то там произошло очень-очень быстро. И я смотрю, уже стою на выходе. А второй полет уже был более осознанным. Я уже спокойно наслаждалась всеми ощущениями. И затем инструктор предложил третий дополнительный полет. Тогда он у меня поднял метров на 10, и это, да, действительно было незабываемо. С нами в группе был один молодой человек. Он уже не новичок, но еще и не профессионал. И вот он с инструкторами делает различные фигуры. Если вы будете в Сингапуре, обязательно посетите остров Сингапур. Синтоза и аттракцион iFly, он стоит того, действительно. А я в Сингапур полечу уже в конце этого месяца и думаю, сниму для вас какое-нибудь интересненькое видео. Конечно, я уже была на всех достопримечательностях, включая даже те достопримечательности, куда не пойдет нормальный человек, типа снежного городка. Поэтому, скорее всего, сделаю для вас видео а-ля бесплатный Сингапур. По тем местам, где не нужно платить. Не забывайте подписываться на мой канал. Вас ждет очень много всего интересного. И не пропустите мое следующее видео про Сингапур. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok